Пожарные продолжают борьбу на месте возгорания. Расскажем о последствиях вчерашнего пожара. На стенах кадетской школы появится мемориальная доска, чье имя будет увековечено и кем был этот человек. Сегодня хороший повод взять книгу, что давно пылится на полке. Сегодня 8 сентября отмечают День грамотности. Итак, лесной массив Бийска продолжает выгорать вблизи оборонных предприятий. До сих пор сохраняются отдельные очаги. Огнеборцы пытаются их локализовать, но причина возгорания до сих пор устанавливается. Местные жители винят садоводов и грибников, мол, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Так ли это на самом деле? Какие еще версии и сколько уйдет времени на восстановление лесного фонда? Репортаж Валентина Аскеровой. Скажите, насколько сложно было тушить пожар? Сложно. В чем сложность составляла? Потому что СИП-прибормашевская помойка здесь и садоводы. Потом жалуются, звонят, что горит лес. Какое отношение к лесу? Вчера в Бийске в одно и то же время произошло сразу несколько возгораний. У СИП-прибормаша и Олиумного завода с момента возгорания прошли почти сутки. Однако огонь до сих пор тлеет. Муравьи бросаются в рассыпную, животные бегут от запаха гари подальше. От вчерашнего пожара в Бийске серьезно пострадал лесной фонд и его обитатели. Выгоревшая земля до сих пор горячая. По официальным данным МЧС выгорело 700 квадратных метров. Однако по неподтвержденным данным эта цифра в два раза больше и составляет 2000 квадратных метров. Основная причина возгорания это какая? Поджигание. Наркоманы. Вот и все. Такова версия очевидца-спасателя. Официальная же версия до сих пор выясняется. Но местные жители, которые видели задымление, тоже выдвигают свои предположения. Чувствовали вчера запах гари? Да, слушали и чувствовали. Только не знаем, где правда. Вон там черный. Потому что поехали все за грибами. И вообще безответственные люди. Кидают эти окурки, спички. А какая сушь? Вот и пожалуйста. Ну, неаккуратное обращение с огнем. Больше ничего. Дым был виден из отдаленных уголков города. Особенно в жилых кварталах санитарно-защитной зоны. К сожалению, говорят экологи, эта территория так или иначе всегда будет страдать от подобных ЧП. Особенность розы ветров. Юго-западный ветер несет дым из промышленной зоны в жилые кварталы, поясняет эколог. Промышленная зона, то есть когда не дымит, то оно фонит. Мы получаем ПДК, а мы находимся прямо в санитарно-защитной зоне. Ну, вот сейчас в санитарно-защитной зоне. Здесь уже превышение. Ну, мы прямо по границе. Здесь уже превышение ПДК. Плюс немножко, чуть-чуть. Что-то загорелось где-то как-то. И мы его сразу ощущаем. Огонь распространялся с такой силой, что до проезжей части оставалось всего каких-то метров 200. Однако спасатели смогли вовремя отрезать пламя. Тем не менее, угроза жизни сохранялась. Сотрудников олюмного завода, вблизи которого был один из очагов возгорания, экстренно эвакуировали. Спасатели до сих пор работают на пепелище. Огнеборцы заверяют, что перебоев с подачей воды нет. Берут ее из пожарного гидранта, что в 10 минутах езды. Пожарные будут работать здесь до тех пор, пока небесная канцелярия не подарит дожди. А между тем, бичане потеряли десятки, если не сотни деревьев, на восстановление которых понадобится минимум 50 лет. Мы продолжим следить за ситуацией. Валентина Аскирова, Иван Зяблицкий. Будние. К другим темам. Более тысячи общественных наблюдателей следят за голосованием в Алтайском крае. Члены общественной палаты региона рассказали о том, как проходит мониторинг досрочных выборов и как будет организована работа в основные дни голосования. Для этого развернули штаб общественного наблюдения с круглосуточным дежурством. 1310 общественных наблюдателей в этом году следят за ходом голосования как онлайн, так и на самих участках. Для этого в Барнауле развернули штаб общественного наблюдения. Напомним, уже несколько дней в Алтайском крае проходит досрочное голосование на муниципальном уровне. По оценке наблюдателей, сейчас высокую активность проявляют избиратели в Краснощоковском, Завьяловском, Родинском, Немецком, Национальном районах. Мене активны жители Егоревского, Романовского и Тогульского районов. Много избирателей пришло на участки Бийска. Добавим, что в прошлом году на выборах в сентябре общественники не выявили серьезных нарушений. Дважды за смену наблюдатели информируют нас о наличии и отсутствии нарушений. Если какое-то нарушение зафиксировано, оперативно направляют нам видеозаписи, картинки и прочее. Это мы все отрабатываем с участием политолога, с участием юриста. Если признаки правонарушения, либо иных каких-то искажений мы видим, мы направляем в уполномоченные органы. Порядка 20 главных врачей не хватает медицинским учреждениям края. В основном в сельской местности. Статистику озвучил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Ведь именно главврачи отвечают за комплектование медицинских кадров в больнице или поликлинике, за демографическую составляющую снижения смертности. А еще они обязаны быть хорошими хозяйственниками. Как в крае пытаются решить проблему дефицита управленческих медицинских кадров, расскажем далее. С 70-х-80-х годов прошлого века задачи руководителей медучреждений сильно поменялись. Интенсивность работы возросла многократно. Им приходится решать не только финансово-хозяйственные задачи, но и, пожалуй, основную сейчас нехватку медицинских кадров. Деньгами ты их не удержишь. Должны быть определенные компетенции, развитие этого молодого специалиста. Ты должен как руководителю это представить. На примере, например, той же хирургической службы. То есть межрайонная больница, есть определенное оборудование, эндоскопические операции. Людям интересно развиваться в своей профессии. Развивать и обучать руководящий состав тоже задача не из легких. Сейчас на базе алтайского филиала Ранхикс по запросу Минздрава региона обучаются руководители 15 бенд-учреждений, в основном представители ЦРБ. С мая они занимаются очно и дистанционно. Лекции им читают как педагоги Академии, так и специалисты Минздрава. Сегодня, например, министр здравоохранения. Мы уже практически здесь три месяца проходим обучение. И тот фундамент мы уже используем. Допустим, кадровые вопросы. Опять же, мы не знали, как составить те или иные трудовые соглашения. Потому что кадровики, вот как я пришел, я понял, что кадровики слабоваты. Пришлось, конечно, поменять кадровую службу. Сейчас у меня этих проблем нет. Нам необходимо найти того самого главного врача, который сможет. Ведь не просто назначить. Главное, чтобы он не сделал хуже в этой медицинской организации. И здесь перед нами стоит выбор найти того самого подготовленного врача, который сможет правильно организовать работу. Чтобы не развалилось оставшиеся, не разбежались. Как нам сообщили сегодня, учеба продлится до ноября. Но многие слушатели лекции из исполняющих обязанностей уже перешли в разряд назначенных главврачей. Правда, говорят, совмещать финансово-хозяйственную деятельность с другими все же сложновато. Ведь и пациенты порой требуют внимания от главных врачей. Но чем-то приходится жертвовать. И в этом случае личным временем. Работе приходится посвящать порой до 12 часов в сутки. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Будни. Выгодный сентябрь. Вместе с нами. Успей купить куртку или пуховик со скидкой 30%. В Ермаке. Митрофаново, 35. Остановка, вокзал. Продолжим. На здании кадетской школы появится мемориальная доска памяти Евгения Богомолова. Кем был этот человек и какой след оставил в истории Бийска, расскажет Дарья Федоркина. Евгений Богомолов – выпускник Бийской кадетской школы. Парень учился здесь не с первого класса, лишь с девятого по одиннадцатый. Учителя, говорят, ничем особенным от сверстников не отличался. Как и все ребята, соблюдал дисциплину и требования учебного заведения. Он пришел в девятый класс. Первое, что бросилось, что он очень быстро влился в коллектив. Хотя ребята кадеты, они не так новых встречали настороженно. Доброжелательный, старательный. Особенно любил вопросы военной подготовки, военной истории. Человечек, который, ну, наверное, четко знал, чего он хочет. Он хотел стать военным, и поэтому все разговоры, в принципе, были о том, кто такой военный, каким он должен быть, какими качествами обладать. Поставив перед собой цель, парень связал свою жизнь со службой. После окончания школы Евгений поступил в Новосибирский военный институт. С июня 2014 года лейтенант Богомола в должности командира взвода спецназа проходил службу на Северном Кавказе. А через несколько лет в составе специального подразделения воевал в Сирии, где героически погиб в сентябре 2017 года. Получив информацию о нашем выпускнике, который геройски погиб в Сирии при выполнении служебных задач, мы на сайте музея решили оформить стенд, посвященный его памяти. Так, мы в интернете нашли информацию, встретились с отцом погибшего офицера, собрали кое-какие материалы, и в самое ближайшее время будет оформлен стенд. Служивые люди Бийска благодаря музею удается сохранить память о солдатах и передавать ее новому поколению кадетов и учеников других школ. Пока мы живы, мы должны чтить эту память и должны передавать ее из поколения в поколение. Мы должны любить свою страну, мы должны знать своих героев. Мы не то, что должны, мы обязаны это делать. И я думаю, что для других школ, других городов это будет большим примером, потому что я уверена, что таких героев очень много, о которых забывают. Но память не должна быть забыта. Отметим, что Евгений Богомолов был воспитанником клуба «Спарта». Благодаря инициативе товарища Евгения в нашем городе ежегодно проходят турниры в честь памяти офицера спецназа. В этом году за медали турнира Богомолова боролись около 300 участников из разных регионов. А мемориальная доска в памяти Евгении Богомолове появится на здании кадетской школы в ближайшее время. Сейчас ее изготавливают. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев, Будни. Зебра без белых полос. Качество разметки пешеходных переходов вблизи школ Бийска не соответствует стандартам. Так, на днях в Общероссийский народный фронт от жителя Бийска пришло вот такое видео. Наш перекресток. Это улица Ломоносова. 34-я школа. Ни один пешеходный пешеход не покрашен. Его даже не видно. Вот мы идем по нему. Их. Их. Разметки практически не видно. И подобная картина заверяют жители Бийска не только у 34-й школы. Люди надеются, что представители УНФ обратят внимание на эту проблему и подходы к школам станут безопаснее. В настоящее время к нам обратился гражданин, призвал нас к проблеме. А проблема именно отсутствие дорожной разметки в границах пешеходов в районе 34-й школы. То есть пересечение там, где куда обращено внимание, это пересечение улицы Александра Можайского и Михаила Ломоносова. Призвать администрацию города, управление ЖКХ к тому, чтобы взяли этот вопрос на контроль. При наличии сил, возможности нанести, конечно, эту разметку. Пишем без ошибок. 8 сентября отмечают Международный день грамотности. Сегодня в Бийске писали тотальный диктант. Сложным ли был текст и как оценивают свою грамотность участники акции, расскажет Елена Лапина. К середине лета Воронеж вымирал. Приличная публика разъезжалась по имениям, по дачам. Мода, на которой, наконец, докатилась и до Черноземья. Вот такими строками начинается текст тотального диктанта. Это традиционное мероприятие уже давно приобрело свою популярность как у взрослых, так и у молодежи. Вдруг вспоминал о своем крестьянском прошлом и, влеком и властным зовом страды, отправлялся в некогда родные деревни, села, на дальние кутора. Татьяна Жукова, доцент кафедры русского языка и литературы, говорит, уровень грамотности за последнее время среди студентов заметно изменился. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Словарный запас молодого поколения скуднеет, ведь привычка читать книги уходит в прошлое. Уровень речевой грамотности постепенно падает, снижается. Это, наверное, обусловлено тем, что современный человек, он меньше пишет, меньше читает художественных книг, произведений. А в основном работает онлайн, это современные всевозможные гаджеты, а они занимают все свободное время. Но исправить ситуацию, уверены специалисты, можно. Одним из инструментов и являются всевозможные акции грамотности, ну и личный пример. Меня очень радует, когда мы начинаем работать со студентами, я, естественно, задаю такой вопрос, как преподаватель филологического факультета, для чего вы к нам пришли, зачем вы к нам пришли, интересно ли вам, или вот просто пришли. То, конечно же, среди ответов есть такие, которые говорят, что да, мы хотим лучше знать русский язык, мы хотим стать грамотными. Некоторые студенты действительно являются грамотными и оценивают себя в культурном плане достаточно высоко. Я поликлот вообще. То есть и это влияет на твой уровень грамотности, ты считаешь? Конечно, да. Это память развивается, качества такие, как грамотность в то же время. Однако такие, как Анастасия, далеко не все. Меньше не стали интересоваться, потому что появились другие источники информации. Современные психологи считают, что влияние гаджетов на уровень грамотности не настолько плачевно, как может показаться на первый взгляд. Здесь все зависит от самого человека, который его использует. Но, с другой стороны, для тех людей, которые все-таки собственная грамотность очень важна, то те же технологии, они, наоборот, будут помогать. Потому что человек каждый раз будет на это обращать внимание, запоминать это слово. Соответственно, это будет как помощник. И с каждым разом лучше шать собственную речь, письменную речь. Ну а сегодня каждый из нас может повысить свой личный уровень грамотности самым простым способом, прочитав еще пару страниц той книги, которая давно пылится на полке. Елена Лапина, Андрей Сегаев, Будни. Они воспитывают чемпионов России и мастеров спорта, делают и из парней настоящих мужчин. Клуб по кикбоксингу «Гренады» в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. На одну из тренировок побывал Дмитрий Дроздов. Кикбоксинг – этот вид единоборства зародился в Америке в 60-е годы, но в Бийске – в 90-х. Николай Семенович Козлов и Сергей Иванович Апарин создали клуб по кикбоксингу. Это первый клуб в городе Бийске, один из первых клубов в Алтайском крае. Через школу кикбоксинга прошли тысячи спортсменов, и многие из них добились крупных результатов. У нас первый мастер спорта – это Иван Павленко, финалист чемпионата СНГ по кикбоксингу. Самый лучший результат получается. Это было прям как в СССР выиграть. Вот он показал такой результат. Это в первые годы, да? Да, в первые годы. На сегодняшний день в клубе «Гренада» занимается больше 200 спортсменов. Каждый из них мечтает стать мастером спорта и считает кикбоксинг нечто большим, чем просто спорт. Что для тебя значит кикбоксинг? Кикбоксинг для меня – это спорт, которым я живу. Ну, это как жизнь, можно сказать. Я здесь живу, занимаюсь каждый день. Каждый день хочу больше и больше результата. Сейчас спортсмены продолжают набирать форму, и первые проверочные соревнования будут уже в конце сентября в Белокурихе. Туда съедится вся Сибирь, и это станет хорошим стартом нового сезона. Дмитрий Дроздов, Иван Зяблицкий. Будни. Далее еще немного полезной информации. Стиль, как отражение индивидуальности. Магазин верхней одежды «Ермак» приглашает бейчан за обновками. Здесь вы найдете большое поступление ветровок и курток на осенний сезон, а также пуховиков. Чтобы убедиться в многообразии выбора, посмотрим сюжет. Начало сентября пока еще радует бейчан теплыми деньками, однако все мы знаем, что погода меняет свое настроение так же быстро, как и женщины. А потому не успеем мы оглянуться, как осень окончательно вступит в свои права. Кто-то уже успел подготовить свой гардероб к новому сезону, но многие до сих пор находятся в поиске. Обрести свой стиль поможет магазин «Ермак». Здесь вы найдете большое количество ветровок и курток от 42 до 72 размеров, а также коллекцию пуховиков. Вещи отличаются хорошим кроем и посадкой по фигуре, а как известно, то, что близко к телу, зачастую и бывает приближено к совершенству. Фурнитура выполнена из качественных материалов и долго сохранит свою яркость и блеск. Цветовая гамма верхней одежды обширная, женщины и мужчины смогут подобрать куртки как практичных темных тонов, так и ярких. Цены оптовые от производителя. Отложите свои дела и отправляйтесь за покупками. «Ермак» ждет вас. «Ермак» – один из всех. Ну а теперь о погоде. Спонсор прогноза – компания «Теплэка». Компания «Теплэка» – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. «Теплэка» работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэка». Приобрести его можно в городе Биск, улица Мопровский переулок, дом 36. Город Барнаул, улица Папанинцев, 109. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. 9 сентября в Биске будет ясно. Ветер западного направления слабый. Атмосферное давление высокое. Влажность воздуха будет комфортной, но к вечеру понизится. Ожидается слабая магнитная буря. Ночью плюс 9-11, днем 18-20. На сегодня это все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, телефон редакции 313-507. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова